Приветствую вас и хорошо понимаю проблему, которую вы образовали. Могу сказать, что она действительно важна вам и не так важна, как раз таки вашему молодому человеку, который совершенно не тяготится, судя по всему, тем, что вы совершенно не общаетесь друг с другом именно на какие-то такие вот обвлеченные темы. И в этой ситуации есть на самом деле несколько решений. Первое решение заключается в том, что вы нуждаетесь, ну, вообще говоря, в общении. Вы нуждаетесь в общении и, по сути дела, ваша потребность в этом общении, она переносится на молодого человека, она переносится на него и в результате этого он выступает как бы средством для достижения вашей цели. То есть вы хотите общаться, вы хотите общения и из-за этого мужчина ставится в условии. Либо он отвечает вашим интересам, либо нет. Соответственно, у молодого человека тоже есть свои определенные устоявшиеся алгоритмы поведения и представления о том, как должны выглядеть отношения между двумя людьми. И он явно не готов меняться ради вас. Наверное, как раз таки именно потому, что у вас нет какой-то такой серьезной, сильной, ярко выраженной страсти друг к другу. У вас, как вы говорите, спокойствие, умиротворение рядом с ним. И это, конечно же, накладывает определенный отпечаток. Соответственно, в этом ключе вы вольны делать следующее. Либо вы удовлетворяете свою потребность в общении, где ты ищешь его, не с ним, а с ним общаетесь на том уровне, на котором он готов с вами общаться. И почему я говорю «вы»? Потому что запрос исходит от вас. И, соответственно, вам в данном случае мы будем пытаться помочь. То есть вы в первую очередь определите направленность своей потребности. Хотите ли вы общаться вообще? Или хотите ли вы общаться именно только с ним? И если вы хотите общаться с молодым человеком, и это желание ваше, и вы считаете, что в отношениях важно общаться, важно поддерживать подобные темы для диалога, для единения друг с другом и так далее, то в этом ключе, в этой ситуации, можно говорить о том, что вам придется, вам предстоит перенимать его интересы и стараться проникнуться тем, что нравится ему. Чтобы, конечно же, иметь более широкие возможности по диалогу с ним. То есть, понятно, да, вам нужно интересоваться тем, что интересно ему. Я надеюсь, это понятно. Без данного аспекта не получится как-то нормализовать ваше общение, потому что молодой человек явно здесь выступает как бы объектом, предметом вашей активности. И второй момент, который вы можете брать на вооружение, это момент связан с тем, что, может быть, у мужчины так устроена физика, так построена внутренняя конституция, что ему лучше всего общаться, ну, скажем так, немножечко предметно, то есть ситуационно, то есть так, чтобы общение было обусловлено определенными ситуациями. Тогда вы в процессе взаимодействия с ним ведете наблюдение и стараетесь понять, в каких моментах, в каких ситуациях человек наиболее разговорчив. И вот эти ситуации стараетесь генетерировать, эти ситуации стараетесь создавать, чтобы, соответственно, оказываться в них и разговаривать. Далее, если все вот это вы сделаете и как такового эффекта не увидите, не будете наблюдать как такового эффекта вот этого, то нет ничего страшного, если вы скажете молодому человеку о своих потребностях. И опять-таки, если он дорожит вами, если он ценит вас, если ему важно быть с вами, если он серьезно боится, допустим, вас потерять, например, или что-то вроде того, то он, конечно же, учтет ваше желание и будет стараться что-то для вас делать. Но очень важно, чтобы, как сказал мой коллега, вы не давили на него, чтобы вы принимали с благодарностью и пониманием то, что он готов вам дать, чтобы вы не требовали от него больше, чем он может. Если вы увидите, что он все равно не настроен, даже несмотря на то, что вы откровенно сказали ему, рассказали о своих желаниях, он все равно не настроен на то, чтобы как-то к ним прислушиваться, что здесь уже вам решат. Либо вы будете принимать это, а мужчина ведь он такой изначально был, то есть ничего фактически не менялось в начале ваших взаимоотношений. Либо вы принимаете такую его черту и обращаете внимание на другие его положительные моменты, это оставляя просто за кадром и принимая как неизбежные недостатки других людей, в том числе и вашего мужчины. Либо считаете, что это для вас очень важно и не желая мириться, расстаетесь с ним. Что делать решать вам? Это сказано, что делать решать только вам. Если же вы хотите общаться вообще, то, соответственно, удовлетворяя свое потребность в этом с другими людьми, вы имеете полное право не разговаривать с мужчиной на вот такие вот темы, которые вы описывали в своем бизнесе. И, с одной стороны, вы будете показывать мужчине, что вы не зависите только от общения с ним. С другой стороны, мужчина будет видеть, что вы явно с кем-то общаетесь. И ему это может не нравиться, что впоследствии может быть простимулирует его на более интенсивное общение с вас. Ну, а вы же при любом раскладе не будете в пройдущем. То есть вы, так или иначе, будете удовлетворять свои потребности, не показывая зависимость от своего молодого человека. Старайтесь вспомнить, что в отношениях нельзя в одиночку что-то делать. Если вы хотите общаться, например, но этого не хочет ваш молодой человек, то он и не захочет. Очень маленькая вероятность, что вы сможете донести до него некоторые ценности, которые ему, например, чужды. Если сам шаг с того, что вы не встречаетесь, не стимулируете его к тому, чтобы как-то себя проявлять и что-то делать, то он уже, скорее всего, этого делать не начнет. И вам в одиночку нет никаких шансов к тому, чтобы как-то это исправить. Поэтому будьте готовы к принятию решения относительно того, принимаете ли вы его таким, как он есть или нет. Если оказывается, что вы начали встречаться с молодым человеком, думая, что он один, а он оказался другим, то тогда нет ничего необычного в том, что вы откажетесь принимать его в той форме, в которой он вам в итоге проявится. Это, к сожалению, тоже нормально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!